Всем привет дорогие друзья, это промежуточный ролик, как и обещал следующий ролик должен быть по идее про IT и как я с ним связан, а сегодня пойдет речь о продвинутых функциях ютуб. Об этой теме уже разговариваю давным-давно, примерно около года или полтора, но так эту тему до конца не раскрыли, на что влияют продвинутые функции, как их получить, особенно начинающим каналам, и есть ли шанс развития ютуб канала без продвинутых функций ютуб. Сразу хотелось бы пояснить, почему я могу говорить на данную тему. Во-первых, у меня в свое время, около года назад, в тот же самый срок, кстати, когда эта тема начала развиваться, был другой ютуб канал, назвался Айтишечка, и на том ютуб канале продвинутые функции подключил моментально по своему паспорту. И что самое интересное, те ролики, которые сейчас лежат на этом канале, с первых же дней попадали в рекомендации, набирали хорошие просмотры, и в принципе проблем никаких не возникало. Но по некоторым причинам я решил отказаться от того канала, так как не было ни времени, ни мотивации на тот момент снимать видео, я решил на него забить и удалил, в принципе, тот канал. Создав этот канал, я столкнулся с нереальной проблемой. Как многие, наверное, знают, а кто-то может и не знать, в России теперь нельзя подключать продвинутые функции по каким-то документам, паспорту, селфи и так далее. Ну и, собственно, пришла проблема оттуда, откуда ее и не ждали. Я заливаю вот эти ролики, которые, повторюсь, заливал на тот канал, и они вообще не набирают особо просмотров. Да, там есть какие-то просмотры, потому что тема-то на самом деле полезная, раскрывающая, и люди чисто по поиску находят эти ролики. Но рекомендаций нет вообще ни одного процента на роликах. Тогда я, собственно, начал изучать эту тему, влияют ли как-то продвинутые функции на YouTube-канал, на его развитие, на попадание роликов в рекомендации. И вот было моим удивлением, что на самом деле особо-то ни на что они не влияют. Как будто единственная причина это то, что вы не можете вставлять ссылки в описание, закреплять комментарии, загружать больше видео на канал. И, в принципе, это ничего дальше страшного нет. Но как бы не так. Лично понаблюдав за разными каналами, у которых подключали продвинутые функции, и люди об этом сами заявляли, Я вывел тенденцию, что на самом деле, если у вас полученные продвинутые функции, канал может развиваться, расти, набирать просмотры. А если вам, допустим, их не подключили изначально, или отключили впоследствии чего-либо, у вас просмотры реально падают в геометрической прогрессии. Даже вот сейчас я залью этот ролик, и вы сравните. До этого я ролики заливал без продвинутых функций, а сейчас, на данный момент, мне подключили продвинутые функции. Сейчас дальше расскажу, как это все произошло. И вот мы сравним, насколько наберет этот видос просмотров. Возможно, он особо и не наберет, но там все равно какой-никакой процент из рекомендаций будет. Это база стопроцентная. Вот проверим. Итак, то, что продвинутые функции влияют на просмотры, это мы закрепили, надеюсь. Теперь, как их подключить? Опять же, информации об этом особо нет, если вы посмотрите ролики на ютубе. Там особо даже эта тема толком не раскрывается, есть какое-то влияние или нет на канал, и так далее. Но зато есть какие-то танцы с бубнами. Вот там подключите ту галочку поставьте, подтвердите номер телефона, потом поменяйте номер телефона, потом снова там поставьте несколько дней лайки, дизлайки, напишите комментарии. И вам включат через несколько дней, через неделю продвинутые функции ютуб. Естественно, я это все на себе проверил, я уже начал там думать, что действительно существует всемирный заговор и так далее. Но на самом деле, что бы вы ни делали, у вас даже 10% шанс на подключение продвинутых функций не будет. Остается единственный вариант. Вот вы, допустим, создали новый канал. Рекомендую сразу заготовить несколько роликов, чтобы их выпускать периодичностью там около недели. Создали канал и заливаете потихонечку ролики. Там один ролик залили, через неделю полторы-две залили другой ролик и ожидаете. Единственный вариант, который вам может помочь. Лично он мне и помог. Обычно пишут, что там надо ждать где-то месяца два, чтобы вам их подключили. Мне подключили через месяц с копейками, плюс-минус. Тут как бы тоже важно подметить, что рекомендую от ютуба ждать два месяца. Сам ютуб, понимаете? А не кто-то. Не нужно слушать кого-то. Есть конкретная площадка, которая вам предоставляет информацию, сколько нужно ожидать. Вот этой информации и доверяйте. А вот эти все танцы с бубнами. То, что в России. Дошло до того, что люди говорят, что в России нельзя получить продвинутые функции. Типа там всякие санкции и так далее. Но это уже реально до смешного доходит. Я, конечно, во всякое могу поверить. Ну, как бы, в принципе, на моем примере мы и видим, что все это ни на что не влияет. В принципе, достаточно создать новый канал. Если у вас, допустим, его нет. Залить несколько роликов и ожидать. Просто ожидайте. И вам их включат 100%. Если, конечно, вы не нарушали каких-то правил. Вам там не кидали страйк и жалобы или еще что-то. Вот и все, в принципе. А если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их в комментарии. На все я отвечу. Без каких-либо нареканий. Просто, возможно, я не до конца рассказал тему. Забыл о чем-то рассказать. В принципе, обо всем сказал. Следующий ролик ожидается про IT и программирование. Я уже созрел к этому наконец-то. Ну и все. Всем спасибо большое за просмотр. Не слушайте глупых людей, глупые мысли. Думайте своей головой. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки под каждым роликом в описании канала. Там будет очень много интересной информации, которой не будет на ютубе. И всем пока-пока, друзья.